Искусственное прерывание беременности или же аборт. Достаточно спорное явление. Кто-то утверждает, что женщина не имеет морального права делать аборт, кто-то говорит, что женщине нужно решать самой. Что ж, давайте узнаем, как обстоят дела с абортами в мире и вообще в истории. По факту. Аборты в России разрешены и оплачиваются из государственного бюджета. При сроке беременности до 12 недель аборт может быть проведен по желанию женщины. При сроке 12-22 недели, если беременность наступила в результате изнасилования. При наличии медицинских показаний на любом сроке беременности. В США же аборты не бесплатные. Покрываются страховкой только в случаях изнасилования, инцеста и угрозы жизни женщины. РСФСР стало первым государством мира, узаконившим прерывание беременности в 1920 году. Согласно статистике, 92% женщин в Европе, которые узнают, что их плод обладает синдромом Дауна, делают аборт. В США же при таком же случае аборты делают 67% женщин. Однако бывали случаи, когда диагноз врача насчет синдрома Дауна был неверен, но аборт был сделан. В мире могло бы быть на 190 миллионов женщин больше, если бы не аборты по половому признаку, так называемый женский инфантицит. Это большая проблема в таких странах, как Китай и Индия, так как женщины часто находятся в низком статусе в патриархальных обществах. На Аравийском полуострове до прихода ислама также был распространен женский инфантицит, так как в тех обществах женщина считалась частной собственностью. По другим версиям, матери убивали своих новорожденных или же нерожденных, потому что не хотели обрекать свою дочь на жизнь в нищете. С приходом ислама практика женского инфантицида стала нелегальной. В исламе аборт разрешен в следующих случаях. Первое. Если плод угрожает жизни женщины, жизнь женщины приоритетнее жизни плода. И тут работает принцип из двух зол выбирай меньшее. Убивать ребенка, который родился после изнасилования, считается грехом. Однако аборт все-таки можно сделать, если плод не старше 4 месяцев или же он угрожает жизни матери. Однако при опросах подавляющее число мусульман считает аборт морально недопустимым явлением. 99% населения Туниса исповедует ислам. В Тунисе официально разрешены аборты. Существует голландская бесприбыльная организация «Женщины на волнах». Они занимаются тем, что отвозят на небольшом корабле женщину, которая хочет сделать аборт из ее страны, если аборт там вне закона. Международные воды, где на корабль действуют голландские законы, чтобы произвести медицинское прерывание беременности. Больше всего абортов делают женщины в возрасте от 20 до 24 лет. При этом более 70 тысяч женщин умирает каждый год из-за подпольного прерывания беременности. В нацистской Германии аборты были незаконны. Действия человека, который оказывал помощь арийской женщине при аборте, считались тяжким преступлением. Аборты разрешались исключительно в случаях поврежденного или больного плода. В одном из своих интервью Далай-Лама сказал следующее. Когда я был в Литве, я побывал в приюте, где мне сказали, что все эти дети нежеланные. Поэтому я подумал, что такую ситуацию надо останавливать на самом старте, то есть производить контроль рождаемости. Конечно, с точки зрения буддизма, акт убийства это негативный поступок, но все зависит от обстоятельств. Если, допустим, новорожденный будет умственно отсталым или его рождение создаст серьезные проблемы родителю, то возможны исключения. Разрешение или запрет на аборт должно рассматриваться при конкретных обстоятельствах. Подписывайся на канал, ставь лайк этому видео и, пожалуйста, используй уж презервативы, ладно? Также советую тебе посмотреть удивительные факты о человеческом теле, которые мы сделали в виде инфографики, а также 10 самых твердых веществ в мире.